Приветствую вас, смотрю много вам уже ответов тут дали, и в принципе, знаете, не знаю, честно скажу, не читал ответы других ответов, вот, но думаю, что мое видение, оно в чем-то будет совпадать, с тем, что вам уже сказали эксперты, но тем не менее. Вы пишете о том, что хотите удаконить отношения. Очевидно, что вы испытываете какую-то потребность, ну, то есть, вот, вы жили, жили в гражданском браке, и сейчас вы поняли, что этого вам мало. Что вы хотите получить? Что вам должен дать брак? Что он вам должен принести? По вашему же мнению. Ведь очевидно, что вы хотите что-то от этого брака для себя получить. Очевидно, что вы желаете что-то получить от этого брака для себя. Ну, вот, давайте попробуем подумать, что именно. Мужчина не хочет жениться, и, в принципе, это неплохо и нехорошо. Это его выбор, он сказал такую вещь, что его все устраивает, и, я думаю, его можно понять, его можно понять, почему его все устраивает, его действительно все устраивает в ваших отношениях на данный момент. Получается, что не устраивает вас. Вот вы говорите брак. Это очень важно для женщин. Знаете, можно вот вам немножечко, ну, если позволите, конечно, можно вам возразить на это и сказать, что женщине, вообще-то говоря, важен не столько брак, вот, сам, по себе, сколько, знаете ли, наличия мужчины рядом. Мужчины, на которого можно положиться, на мужчину, на которого можно опереться. Мужчины, которые любят, понимают, заботятся, помогают, уважают, ценят и так далее. Вот это для женщины важно. А то, что говорите вы, имеется в виду брак, это у всего лишь форма. Причем форма не простая, а форма социальная. То есть это форма социальных отношений между людьми. И почему вам важна эта социальная форма, вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Видите ли, значит, для вас социальное отношение, для вас социальная форма, значит, важна. Но, хотелось бы это, наверное, с вами как-то разобраться. Более подробно, может быть. Потому что, ну, то, что вам нужна эта социальная форма, то, что вы в ней нуждаетесь в этой социальной форме. Это не значит, что мужчина тоже в ней нуждается. Ну, к сожалению, к сожалению, это так. Ну, не значит это, что мужчина нуждается в социальной форме. И получается, что вам это нужно для себя. И получается, что то, что вам должен дать брак, вам ныне получится самостоятельным. Хотя бы потому, что мужчина, он вам не готов этого дать. Это первое. Второе. Так что второе заключается в том, что вы, не знаю, осознавая, не осознавая для себя это, сами себя обесцениваете, когда украшаете, когда говорите, например, чтобы мужчина уходил, и потом вы его оставляете. То есть, по сути, вы не поддерживаете, вы не подтверждаете свою линию поведения. Это говорит мужчине о том, что он может с вами манипулировать, может вас использовать, может вас принуждать, шандажировать. По сути, это прямым текстом говорит о том, что вы от него зависимы. И вот здесь тоже нужно разбираться. В чем ваша зависимость? Почему вы так опасаетесь того, что влашения в отношения будут утеряны? Ведь отношения это не инвестиции. Это свободное желание двух людей быть вместе. И если один человек не удовлетворяет другого, то это нормально. Но этот другой тогда ищет способы удовлетворить свои желания самостоятельно. И если он встречает человека другого, который может это сделать, или чувствует, что человек, который с ним его ограничивает, он от этого человека уходит. Но вы почему-то отношения воспринимаете совсем не так. Это позволяет говорить о наличии большего отношения для вас и брака и отношений в целом, чем для мужчин. И отсюда неравенство, отсюда ваша зависимость и отсюда такое ваше положение. И вот именно с этим и нужно разбираться. Почему так? Откуда зависимость? Откуда такое восприятие отношений как вложений? Откуда такое желание брака? Что брак должен вам дать? Как вы можете сами получить то, что вы, по вашему мнению, получите в браке? Вот на эти вопросы нужно отвечать. И вы можете, и если вы в силах разобрать вопрос о том, что даст вам брак, и получить это самостоятельно. То вопрос зависимости и неравенства в отношениях вряд ли вы можете сами решить. Это только через работу со специалистом, через работу с экспертом. Потому что зависимость это тоже желание, это тоже потребности, но которые вы не отграничиваете от, например, любви к мужчине. Если вы сделаете это от ограничений, то еще не известно, какими глазами вы будете смотреть на своего гражданского мужа. Вот в этом ключе я рекомендую вам подумать. Ну а если будет желание, выбирайте эксперта и начинайте работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы ко мне остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok